Ситуация в Венесуэле. В мире. Болтон. Класс. Равно. Галери Матлевью. Равно. Трю айтем проп. Равно. Имидж. Болтон. 5 марта 1. Ситуация в Венесуэле. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал высокомерными заявления советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что Вашингтон не боится следовать доктрине Монро в отношении Венесуэлы. Мне кажется, что, после того как в 1945 году была создана ООН, международное право регулируется уставом этой универсальной и самой легитимной организации. Теория и практика задних дворов оскорбительна по большому счету. Поэтому я исхожу из того, что реагировать на это заявление Джона Болтона будут латиноамериканские страны, потому что он то упомянул применимость доктрины Монро к Венесуэле, но оскорбил то он всю Латинскую Америку, полагает Лавров. Ранее Болтон заявил, что США не будут удерживаться от того, чтобы применять доктрину Монро-американскую концепцию, согласно которой США ответственны за западное полушарие как сферу своего влияния. Джон Болтон заявил, что попытки помешать возвращению провозгласившего себя президентом оппозиционера Хуана Гуайда в Венесуэлу вызовут активное противодействие США и международного сообщества. Гуайда на протяжении нескольких дней находился за рубежом и посетил ряд стран Латинской Америки. Постпред США при конференции по разоружению Роберт Вуд также заявлял, что, если с Гуайда по возвращении на родину что-то случится, ответственность за это будут нести действующие власти страны. Венесуэла не пустила самолет президента и самозванца в воздушное пространство страны. Как передают СМИ, вчера Гуайда вылетел из Эквадора в Венесуэлу, перед этим заявив, что приземлится прямо в аэропорте Каракаса. Однако венесуэльские военные отправили в пограничные районы страны свои боевые истребители Су-30 для патрулирования воздушного пространства с целью не допустить проникновения в него самолета самопровозглашенного президента. Попыток прорыва в воздушное пространство этой латиноамериканской страны бортом Гуайда предпринято не было, поскольку экипаж самолета Касси-295М слышал предупреждение о том, что в случае игнорирования приказа они будут сбиты. Гуайда приблизился к границам Венесуэлы на расстоянии 15 километров, но позже счел за лучшее приземлиться в Колумбии, откуда он попытается попасть в Венесуэлу иным путем. США стремятся создать коалицию для смены власти в Венесуэле, заявил советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. «Я бы хотел видеть коалицию, широкую настолько, насколько мы можем собрать, чтобы сменить Мадуро, сменить весь коррумпированный режим. Это мы и пытаемся сделать», — сказал Болтон в интервью CNN. Ранее немецкие СМИ заявили о провале восстания лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайда, который в конце января провозгласил себя временным президентом. Как пишет Франкфуртер Алджимайн, просьба Гуайда о международной поддержке говорит о его беспомощности. В статье отмечается, что легитимный президент Николас Мадуро может использовать слабость Гуайда как доказательство намерения его противника бросить страну вместе с ее богатыми ресурсами на алтарь североамериканского империализма. Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель заявил, что предполагаемые организаторы беспорядков в Венесуэле не просчитали развитие ситуации и не подумали о том, что действующий президент страны Николас Мадуро сможет оказать сопротивление. Возможно, когда начинался этот процесс, кто-то, стоявший за ним, не подумал, что Мадуро сможет оказывать это сопротивление, заявил министр в интервью телеканалу. Спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайда, провозгласивший себя временным главой государства, это самозванец и с правовой, и с моральной точек зрения, заявили в российском посольстве в Каракасе. В соответствии с Венесуэльской Конституцией президент приносит присягу в Национальной Ассамблее или в Верховном Суде, а не на городской площади. Еще неизвестно, как развивались бы события, решит Гуайда провозгласить себя в стенах Национальной Ассамблеи. «Весьма сомнительно, что он смог бы заручиться необходимой поддержкой со стороны своих же коллег-парламентариев», говорится в сообщении пресс-службы депмиссии, опубликованном на Facebook, в посольстве подчеркнули, что, в отличие от Гуайда, законный президент Николас Мадуро занял свой пост после открытой избирательной кампании, заручившись поддержкой более 6 миллионов человек. При этом в выборах участвовали три оппозиционных кандидата, поэтому говорить о фальсификации значит не владеть реальной информацией о ситуации в Венесуэле. Более того, если Гуайда действительно считает себя законным президентом, то почему же он в течение 30 дней не созвал соответствующие выборы, как это предусмотрено статьей 233 Конституции? Мы же видим, что делать он этого не собирается. Более того, называет себя сейчас уже не в Рио президента, а в Рио президента, ответственного за созыв демократических и свободных выборов, сроки которых даже не обозначает, подчеркивается в сообщении. В депмиссии напомнили, что созыв выборов – прерогатива Национального избирательного совета Венесуэлы, который является самостоятельной ветвью власти. В посольстве отметили, что правительство Венесуэлы готово к диалогу с оппозицией, которая пока не может высвободиться из тесных объятий вашингтонских истребов, не заинтересованных, судя по развитию событий, в урегулировании венесуэльского кризиса.